С 1 января компании и предприниматели платят налоги и взносы через единый налоговый платеж. Перечислить их можно единым платежным поручением по ЕНП на единой КБК или отдельными платежками, которые заменят уведомления об исчисленных налогах и взносах. Налоги и сборы, которые перечисляются не в составе единого налогового платежа, к примеру, НДФЛ, зарплаты работников иностранцев на патенте, взносы на травматизм надо отправлять отдельными платежками на специальные КБК. Также на отдельные КБК перечисляйте административные штрафы. Вот штрафы и пенни по налоговому кодексу перечисляйте в составе единого налогового платежа единой платежкой. Даже если ошибиться в реквизитах, единый платеж попадет на единый счет. Единственный реквизит, из-за ошибки в котором придется уточнять платежку, это несуществующий ННН-плательщика. С января отменили форму с ЗВМ. Вместо нее теперь нужно сдавать новый отчет с персонифицированными сведениями в налоговую до 25 числа ежемесячно. Последний раз с ЗВМ за декабрь сдайте по старой форме 16 января. Вместо СЗВТД нужно сдать подраздел новой формы ЕФС-1 при каждом кадровом изменении уже в январе. А заключительный СЗВ-стаж сдайте до 1 марта в объединенный соцфонд. А уже за 2023 год потребуется сдать подраздел формы ЕФС-1. Чтобы не запутаться в сроках и правилах сдачи отчетности, эксперты системы главбух составили таблицу. А также подготовили образцы отчетности, которые пригодятся с января. С 2023 года налоговики считают пенни за просрочку по налогам по новым правилам. С января их начисляют в совокупной задолженности, а не по каждому налогу и взносу отдельно. Инспекция начислит пенни организации предпринимателю, если налог, авансовые платежи или страховые взносы поступили в бюджет позже сроков уплаты. Начисления делают на сумму неуплаченного долга. На пенни и штрафы пенни не начисляют. При подаче уточненки пенни начисляют с превышения недоимки над положительным сальдо единого налогового счета. С Нового года у компании новая обязанность – сдавать уведомления налоговикам. Вокруг нововведения ходит много мифов. Что из них правда, а что ложь, поможет разобраться главная статья в первом номере журнала «Главбух». К примеру, узнаете, будет ли штраф, если опоздаете с уведомлением. Так, штраф за просрочку уведомления есть, он не больше 200 рублей. Кроме того, уведомления нужны, чтобы инспекторы своевременно заочли деньги в счет уплаты налогов. Также не менее важно сдать декларацию, иначе возможна такая ситуация. Компания направляла уведомления, но декларацию вовремя не сдала. Через 10 рабочих дней после того, как пройдет срок сдачи отчета, налоговики вернут на единый налоговый счет деньги, которые начисляли в бюджет на основании уведомлений. Когда компания сдаст отчетность, инспекторы спишут задолженность с единого налогового счета. Четких разъяснений, официальных разъяснений, будут ли начислять пени, пока нет. Устно инспекторы ФНС нам разъясняют, что пеней не будет, если сальдо на едином счете будет положительным. Однако, на сайте ФНС звучит другое мнение. Там сказано, что пени за опоздание с уведомлением все же будут начислять. Поэтому лучше сейчас не рисковать и отчитываться вовремя. Какие еще мифы о новых налоговых уведомлениях обязательно должен знать бухгалтер? Читайте в журнале. В январе работодателям надо отчитаться по новой форме ЕФС-1. Она заменит сразу несколько отчетов. Заполнить и сдать новую форму должны не все. Обязанность возникает при наличии определенного кадрового события. Есть 6 случаев, когда вам придется заполнить подраздел 1.1, отчеты ЕФС-1 на работника и сдать его в соцфонд на следующий рабочий день. Во-первых, когда приняли нового сотрудника на работу, в том числе совместителя. Во-вторых, если работника уволили. В-третьих, приостановили действие трудового договора или возобновили действие, когда сотрудник вернулся после мобилизации в штат. И еще две ситуации, когда вам придется сдать подраздел 1.1, соцфонд. Это если вы заключили или расторгли договор подряда с физлицом. Правильно заполнить отчет помогут образцы с подсказками во втором номере журнала Главбух.